МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расписано буквально по минутам, и это не лезть. Вы знаете, что я этого не люблю и не лечу никогда. Это на самом деле так. Давайте обсудим два момента. Первый момент – это относительно недавнее обращение президента России к Федеральному собранию и его наказы, скажем так. Да, да. Часть из них непосредственно относится к вашему министерству, которую вы возглавляете. И там, наверное, самое главное – это демографическая политика Российской Федерации, потому что с демографией у нас на сегодняшний день ситуация, я бы так сказал, аховая. Как вы будете реагировать, какие меры будут предприниматься, и как это все будет, самое главное, финансироваться? Я считаю, что послание президента Федеральному собранию как раз оно было беспрецедентно в части, наверное, озвучивания внутренней социальной политики у нас в России. Мы, конечно, порадовались очень тем поручением, которое выдал президент правительству Российской Федерации, Федеральному собранию. Поскольку это касается, наверное, качества жизни многих наших россиян и наших людей, которые живут в Бурятии, поручение, правда, беспрецедентное, потому что увеличиваются выплаты при рождении детей. Есть конкретные поручения на реализацию ипотеки. Я тоже сейчас немножечко раскрою эти моменты. Есть поручения, над которыми мы уже в регионе давно работаем. Они сейчас вышли уже как бы на федеральный уровень. И нам очень было приятно отметить тот факт, что реализация социального контракта, он прямо президент сказал, надо людям помогать выходить из трудной жизни ситуации. То есть сегодня конкретно стоит задача борьба с бедностью. У нас, к сожалению, в России 21% ниже за чертой бедности. Поэтому мы должны приложить все усилия внутри государства. И мы на нашем республиканском уровне с помощью нашего правительства, республики Бурятия, с помощью главы, помочь людям выйти из бедности. Что, в принципе, мы давно развиваем у нас в Бурятии. Ну и вопросы долговременного ухода. Я, наверное, начну маленько так, поэтапно, да? Конечно, конечно, конечно. Ну, во-первых, демография, вы правильно сказали, это главная государственная политика сегодня, стратегическая такая задача стоит. Многие регионы Российской Федерации сегодня, суммарный коэффициент рождаемости по России 1,7. Многие регионы не дотягивают 1,7. То есть это на количество детей на одну женщину, да? То есть есть регионы, где 1,4, 1,6. А у нас, слава богу, в Бурятии выше 2,0. А до этого были документы, указы президента, если регионы, а их всего 6, у кого суммарный коэффициент рождаемости больше 2,0, не выплачивать пособия при рождении третьего ребенка. Мы, конечно, много приложили усилий, Алексей Самбович лично отрабатывал этот вопрос, чтобы нам, все-таки Бурятии, при рождении третьего ребенка, оказывали выплату на федеральном уровне. И вдруг, вот в послании президента все это отражается. Плюс вхождение нашей Бурятии в Дальневосточный федеральный округ, да? То есть мы получили дополнительные преференции. И сегодня при рождении на третьего ребенка выплачивается пособие независимо от суммарного коэффициента рождаемости. Это прямо поручение президента конкретное. И сегодня женщина, которую с 1 января 2019 года родила третьего ребенка, она ежемесячно до достижения 3 лет будет получать 11 274 рубля. Это нормальные деньги. Это очень серьезная поддержка тем семьям, у кого родился третий и последующие дети. Дальше. В послании президента говорится о том, что с 1 января 2020 года при рождении первого ребенка учитывать критерии нуждаемости семьи. Если сегодня мы выплачиваем пособие на первого ребенка полторы величины, прождественного минимума, семья должна быть доход не ниже, да? Не выше, то с 1 января 2020 года семья будет получать пособие при двукратном величине прождественного минимума. То есть, если у нас в семье в Бурятии 14 тысяч семей сегодня получают, это 30% от всех семей при рождении детей, то с 1 января 2020 года уже порядка 50% семьи уже будут получать эту выплату. То есть, круг увеличивается, да? Расширяется. Это очень, нам для нас это, в общем-то, превалирующее такое, ну, хорошее подспорье для семьи, у которых рождаются дети. При рождении второго ребенка, вот, при вхождении, опять же, в Дальневосточно-федеральный округ с 1 апреля 2019 года будут выплачиваться выплаты на единовременная выплата, 21 тысяча, единовременная просто. Это за счет того, что семья находится в Дальневосточном федеральном округе. Тоже поддержка, да? Хотя дети родились и с 1 января, но выплаты пойдут с 1 апреля 2019 года. И очень серьезная поддержка. При рождении второго ребенка, это будет 30% федерального материнского капитала единовременно, тоже с 1 апреля. То есть это плюсом к материнскому? Это все плюсом. Вот смотрите, федеральный материнский капитал, там, ну, 450 тысяч. Ну, я так обнулю цифры. 450 тысяч. 30% – это 136 тысяч. Это ДБ дополнительно именно к этой сумме. То есть поддержка опять семьи. И президент акцентировал внимание, что если ипотека будет льготная, то раньше говорили, там, при рождении одного ребенка 3 года, там, при рождении второго ребенка 5 лет, то сегодня, независимо от срока кредитования, процентная ставка льготная будет 6% на территории всей Российской Федерации. И в Дальневосточном федеральном округе озвучено нам было, что будет 5%. Я думаю, что 5% они должны состояться. Мы сейчас ждем нормативно-правовой акт. Это же существенно. Татьяна Александровна, это все банки будут под эти проценты? В России 47 банков получили суммы для выплаты ипотечных кредитов. У нас в Бурятии 6 партнеров, банков, которые работают в этом направлении. Сбербанк однозначно, Ростельхозбанк, ВТБ и ипотечная наша корпорация. То есть при обращении туда семья может получить дополнительные, так сказать, консультации и начинать оформлять льготную ипотеку. Я считаю, что это очень серьезная поддержка. Если президент сказал, что 450 тысяч материнский капитал плюс 450 тысяч по ипотеке, это 900 тысяч, да? А у нас еще прибавляется 136 тысяч дальневосточные. То есть миллион, миллион сто семья может спокойно за счет федеральных денег отдать и погасить, так сказать, сумму за будущее жилье. Это же очень серьезно, да? Да, это очень серьезные деньги на самом деле. Мы с вами когда росли, у нас были маленькие дети, мы вообще такого подспорья с вами не имели. Нет, конечно. Я помню, вообще это была минимальная какая-то выплата пособия по содержанию ребенка плюс инженерная зарплата, это, конечно. А сейчас очень серьезные преференции. Это нас радует. И мы думаем, что Бурятия сегодня должна показать свою рождаемость. То есть, если у нас сегодня коэффициент 2,056, то в 2019 году у нас есть дорожная карта, которую курирует нас Минтрут России. Да, и мы несем за это тоже ответственность. То в 2019 году у нас суммарный коэффициент рождаемости при таких вот преференциях должен увеличиться до 2,0, до 2,090. А к 2024 году мы должны иметь 2,238 показатель. То есть, увеличение каждый год должно порядка на 1200-1400 малышей быть. Ну, вот при таких мерах, я думаю, женщинам только нужно задуматься, семьям и идти на рождение детей. Татьяна Александровна, не могу ложку дегтя, так сказать. Давайте ложку дегтя. Ложку дегтя, да. Мы знаем, и об этом говорят и на кухнях, и в трамваях, и везде. О том, что вот эти деньги несколько подвигают, ну, так скажем, социально безответственных наших женщин зарабатывать таким образом, рождением детей, да, зарабатывать вот эти самые единовременные пособия, которые, тем более, в таких крупных размерах. Вот как с этой точки зрения? Вы знаете, я как-то вот эту статистику не раскатываю. В основном у нас семьи идут, в общем, выше среднестатистического на рождение. У нас больше детей рождается в городе, меньше на селе. Но многодетных семей больше рождается как раз и в сельских муниципальных образованиях. Вот эту статистику я знаю. Но то, что будет рождаться в асоциальных семьях, в любом случае, все асоциальные семьи сегодня у нас в базе данных. Под жестким контролем. Под жестким контролем мы называем его социальный регистр. То есть вся семья, которая имеет детей, которая, значит, имеет такие, немножко отклонения асоциального поведения, они все у нас на контроле. И причем контроль межведомственный, не только социальная защита. Там и со стороны администрации районов, со стороны поселений, со стороны ТОСов, со стороны МВД идет, в общем-то, полицейских. То есть у нас такой симбиоз. Со стороны даже медицины идет это направление контроля. Поэтому я думаю, что не должно быть такого коллапса, что именно только асоциальные семьи будут. Ну, будем надеяться. Я надеюсь, что вы этого не допустите. Мы все вместе не допустим, вместе с общественностью. Это общество должно. Общество, конечно. Конечно, сейчас прецеденты случаев в России. Там ребенок брошенный, там ребенок брошенный. Для этого должны, как бы, выработан алгоритм взаимодействия всех служб, которые задействованы на спасение того же ребеночка. Поэтому здесь надо всегда ухо востро держать. Вот мы, например, разработали этот алгоритм действий. Звонки, сигналы неблагополучия. У нас на сайте есть, к нам много тоже обращаются. Спасибо людям, которые неравнодушны. Также увидели брошенного ребенка, сразу нам сигнал. Мы сразу выехали, сразу с МВД отработали. Сразу выяснили, что за картина, где мама, где папа, так сказать. Ну, и ребенок сразу пошел под контроль. Но если даже, вот благодаря только неравнодушным людям, мы же за всеми не углядим. Не, ну это конечно. А если, например, у соседа за стеной плачет ребенок и не один день, тогда, конечно, должна быть реакция незамедлительная. Да, со стороны просто неравнодушных людей. Да, со стороны нас всех. Да, конечно. Кто такие вещи увидел. Конечно. А адресная поддержка малоимущих граждан в виде социального контракта. Вот. То же самое и с посланием президента. Да, вы знаете, мы порадовались, Владимир Георгиевич. Почему? Потому что с 2011 года мы вот эту социальную технологию внедрили в жизнь. Что это за социальный контракт я не раз говорила, и в СМИ проходила. Но мы-то порадовались за то, что на федеральном уровне и сам президент. Вас услышали. Но это не нас услышали, это услышали форму, такую технологию. Это договор между отделами социальной защиты по месту жительства и человеком, который нуждается в поддержке со стороны государства. То есть мы даем до удочку, а благодаря этой удочке человек выходит из трудной жизненной ситуации. Это главное условие нашего социального контракта. Человек должен выйти из трудной жизненной ситуации. А для этого есть такие стимулирующие меры. То есть мы начали с поголовья, с крупного рогатого скота. У нас было несколько десяток буренок, которые потом при плод передавался другой нуждающейся семье. И буренка, которая передалась, маленький теленочек, семья выращивает, оставляет во себе при плод следующей нуждающейся семье. Сегодня у нас в поголовье порядка тысячи. Серьезно? За все эти годы 1023 семьи получили социальный контракт. И что радует, что 50% из них вышли из трудной жизненной ситуации. То есть они не ходят сегодня ни по отделу. За буренкой надо следить. Элементы трудотерапии всей семьи включать. Правильно? Ухаживать. Зато у них всегда мясо есть свежее. Молочко есть, творожок, масло все есть. На столе дети не ходят и не побираются по улицам. Мы много таких примеров знаем. И мне всегда радует, когда семья уже встала на ноги и все, и они уже дальше пошли. Там следующий при плод. Они уже оставляют его в себе. Самое главное, чтобы первый при плод передать. Но потом мы, когда проанализировали ситуацию, мы увидели, что у нас попадает город. И в 2016 году нас правительство поддержало. В 2016 году мы увеличили границы нашего социального контракта. Только не только буренка, да? Но в городе, например, открытие индивидуальное какое-то свое дело. Личное подсобное хозяйство. И плюс мы взяли элемент поддержка малоимущим семьям, у кого плохое ветхое пожарное, так сказать, жилье. То есть тут печки, тут ветхая проводка вся. Вместе с МЧС мы отработали этот вопрос. И за этот период, 2016, 2017, 2018 год, за три года, у нас порядка 130 семей получили поддержку. Вот именно, где бы они нашли вот эти 20, 30, 40 тысяч для того, чтобы, например, переложить печку, да? Оплатить печеньку за работу, за кирпич. Переложить всю проводку, которая... А у нас как пожар, смотришь, обязательно семья малоимущая там. Ну, не нашли они денег на это все. То есть этим самым мы еще и спасаем. И есть элементы безопасности наших, так сказать, подопечных. Ну, и 200 семей получили, развивая свое личное подсобное хозяйство, индивидуальное дело. А личное подсобное, это там курочки там взяли кому-то, ну, кому что нравится. И тоже это подспорье для семьи. И они, в принципе, вот у нас сразу вышли за черту, так сказать, нуждаемости. Татьяна Александровна, еще выплаты на детей инвалидов и инвалидов детства. Да. С 1 июля, так понимаю, они увеличиваются тоже. Они увеличиваются. Это тоже поручение президента. Это отражено в послании. Поскольку за уход за ребенком-инвалидом, то есть за... У нас на сегодня составляет 5500 рублей, да, ежемесячно, то он будет увеличен до 10 тысяч. Практически в два раза. Ну, конечно, это тоже, я считаю, серьезная финансовая поддержка. Ну, и на 4500 увеличено, это, я считаю, это, ну, значимо для семьи. Когда ребенок ограничен в движении, ограничен, так сказать, для мамы, например, это тоже и психологическая, материальная поддержка. Да. Вот из всего послания президента наиболее то, что мне запомнилось и понравилось, честно скажу, да, это его слова о том, что жители Сибири и Дальнего Востока должны жить лучше всех в России. Как вы отреагировали и восприняли вот эти слова? Что уровень жизни людей за Уралом и Дальневосточно-федеральном округе должен быть выше, чем среднероссийский уровень жизни. Ну, то есть мы должны все с вами вместе работать над качеством жизни нашего населения. И, кстати, в послании президента отражена еще одна позиция, которую мы с вами не проговорили. Это система долговременного ухода за пожилыми людьми. Вот, точно. За пожилыми людьми. Да, да, да. То есть мы сегодня говорим увеличить среднюю продолжительность жизни пожилых людей 63, да, 63 года, выйти за 63 года. То есть сегодня уже говорят россияне, например, 80 плюс. Раньше, помните, мы проводили всякие ярмарки, активные толкаретики. Да, да, да. 50 плюс, 55 плюс, а сейчас уже 80 плюс. Во Франции сегодня задача поставлена, вот мы были, общались с нашими коллегами, 91 плюс. Чего себе. Да. Ну, я думаю, что... У них немножко условия жизни. А для этого, конечно, нужно включать разные элементы, так сказать, поддержки нашего старшего поколения. У нас эти элементы в Бурятии работают. Но сама система долговременного ухода, как только апробируется в Российской Федерации, по-моему, 6 или 8 пилотов всего России, которые приближены к Москве, чтобы быстрее мониторить было, они вошли в эту систему. В этом году я пригласила организаторов вот этой системы к нам в Бурятию. Они к нам приезжают в апреле-май, подтвердили. И мы с ними уже будем точечно отрабатывать, чтобы потом безболезненно войти уже в 2020 году в эту систему. Хотя элементы долговременного ухода у нас есть. У нас сегодня есть приемные семьи для пожилых людей, да? У нас 135 человек живет в приемных семьях. То есть это мы бы с вами содержали 2-3 дополнительных пансионата. Это дорогостоящее удовольствие. Но тем самым мы закрываем вопросы желания человека жить, например, не в интернате, не в казенном учреждении, а в приемной семье, как мы о детках говорим. Сегодня есть элементы ренты. То есть человек сдает свою квартиру государству, а проживает в комфортных условиях в наших учреждениях. Вот за эти годы 16 человек, одиноких, престарелых, отдали квартиры государству. Мы их в улучшенную, так сказать, доплачивали их за проживание, комфортные условия. А эти 16 квартир мы отдали нашим сироткам, которые стояли в очереди. Тем детям, которые остро нуждались в приобретении квартир. Это тоже плюс, да? Конечно. Университет третьего возраста. 40 тысяч людей заняты все время в этом вопросе. Активное долголетие. Мы давно эти элементы в Бурятии внедряем. Спорт, скандинавская ходьба, йога. Ушу, нашему он занимается, показывает. Это тоже влияет на продолжительность жизни нашего старшего поколения. Все это элементы, опять же, демографической политики. Да. Я по традиции хочу предоставить вам слово, обратиться к нашим телезрителям. Пожалуйста. Дорогие наши жители Республики Бурятии, я искренне желаю всем, конечно, хорошего душевного настроения, комфорта в семейной жизни. Почему? Потому что, наверное, вот та поддержка, которая идет сегодня со стороны государства, со стороны правительства Республики Бурятия, и в этом лично заинтересован Алексей Самбович, глава Республики Бурятия, она как раз нам помогает находить, ну, наверное, новые элементы качества жизни всех нас. Поэтому я желаю всем оптимизма, хорошего настроения и уверенности в завтрашнем дне. Спасибо большое, Татьяна Александровна. Прежде чем попрощаться с нашими телезрителями, я хочу от лица телекомпании АТВ, от себя лично, от всех граждан нашей Республики, от всех горожан нашего любимого ЛНУД, поздравить вас с замечательной наградой, с очень высокой наградой, с почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации за реализацию социальной политики в России, да, которую вы проводите здесь, в Республике Бурятия. Спасибо большое за ту работу, которую вы делаете. Успехов вам в дальнейшей работе, потому что задач перед вами поставлено ой, как много. Но для меня это честь, конечно, это высокая награда, для меня честь и для нашего коллектива, я считаю, это не только моя личная награда. Я согласен, абсолютно. Это работа всего ведомства на местах и каждый день, и точно. Поэтому поздравляю все министерство. Спасибо, Владимир. Вам спасибо большое. Уважаемые телезрители, я напомню, что гостей программы «Открытый эфир» была министр социальной защиты населения Республики Бурятия Татьяна Александровна Быкова. Я, Владимир Банчиков, прощаюсь с вами. Все вам самого доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова